Всем привет, друзья мои! С вами Дюк, и вы на канале PlayTheGame. Продолжаем играть в отличную игру под названием Vestland 3 на сложности главный гад. Это та версия игры, где мы с вами уже проходим второй раз и прокачиваем персонажей как можно сильнее. Мы пытаемся найти лучшие образцы оружия до того, как они даже будут нам доступны. Чуть-чуть идем впереди сюжета. Скажем так, наша прокачка опережает нашу сюжетную линию очень и очень сильно. Еще раз вам напомню, что в конце прошлой серии мы с вами нашли топовые стволы, с которыми мы воевали уже в самом финале игры. А мы на данный момент с вами даже еще не были в Денвере. Собственно, что хочу сказать, ребятки. Сегодня у нас по плану будет музей клоунов и бункер армии монстров. А дальше посмотрим, что будем делать. Может быть и Санту сегодня навестим. Если вы помните, в первом прохождении Санта довольно серьезно меня потрепал. И я чуть было там не отъехал. В этот раз мы будем готовы. Очень в это верю. Самые внимательные из вас, ребятки, уже заметили. Торговца, который стоит с правой стороны в таком же костюме, как и Серж Бонд. Именно этому торговцу Серж Бонд обязан своими стильными шмотками. Это... Как его правильно зовут? У него очень сложное имя. Ананда... Ананда Робиндрант. Робиндранат. Вот так. Ананда Робиндранат. Блин, это прям язык надо разминать на его имени. Это тот самый торговец из Дикавинариума, который дал нам костюм и сказал, что если мы, собственно, поможем Дикавинариуму, он присоединится к нам на базе. И вот, собственно, он здесь. Давайте посмотрим, что он продает, потому что, насколько я понимаю, это у нас бывший манерит. И в продаже у него оружие. Это, наверное, мы не найдем. Так, позвольте вас приветствовать, рейнджеры. Чем могу помочь? Разве манеры так важны? Рейнджеры. Хорошие манеры. Это то, что отличает человека от грязного животного. Да, сам смысл такого вопроса. Давайте вместе поищем мудрость в книге «Головокружительно правильных манер». Глава 16. Вредные любезности. Строка 33. Крайне важно, чтобы хорошие манеры исходили из глубины вашего существа. Ведь если эти любезности не искренни, душа ваша будет страдать от этой развращенной грубости к другому человеку. Вот, видите, рейнджеры? Манеры крайне важны в любых начинаниях. Искренне надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Давайте больше не будем об этом. Мои поздравления. Так, давайте быстро поздороваемся. Пабло Эскобар, привет тебе. Пять знаков вопросов. Привет, дружище. Александр Касьянов, также привет. Стрим начался немножко пораньше, так как я сегодня вернулся прям вот очень хорошо, быстро домой. Поэтому, почему бы не поиграть? Почему бы не поиграть? Не вижу вообще препятствий. Так, какая у нас репутация? Неуверенность. Я бы сказал, ваша репутация значительно повысилась. Я уже довольно долго не слышу грубых слов в адрес группы Ноябрь. Довольно долго. Так, можно твой товар посмотреть? Собственно, то, ради чего он нам здесь и нужен. Конечно, рейнджеры было бы невежливо оставить такой восхитительный товар себе. В общем-то, у нас с вами здесь костюм скотовода. Я думаю, что это типа ковбойский костюм. Простая одежда и хипстерский костюм. Собственно, все это мы с вами покупаем. А еще из приколов у нее есть отличная книжка, которая помогает нам увеличить навык тостеров на один. Это, собственно, то, ради чего этого торговца стоит позвать к себе на базу. Дрессировщик плюс один тоже возьмем пригодится. А вот восприятие и Бартер 2 у нас уже есть такая штука. Она нам просто сейчас бесполезна и не нужна. Как-то так. Давайте быстренько сгоняем, примерим костюмом, посмотрим, что это вообще такое. У нас есть бойцы без костюмов. Может быть, кому-то из них понравится новая одежка? Так, кто у нас без костюма? Лема у нас без костюма. Давайте посмотрим, что мы можем с ним сделать. Так, куртка. Давайте начнем с куртки. Так, вот наши три костюма. Обычная одежда. А, стоп, стоп, стоп. Чтобы это все видеть, нам нужно сначала вот здесь вот, ребятки, снять галочки. Снять галочки и тогда мы уже увидим... Почему, почему эта жилетка, это не жилетка, это какой-то топик. Так, секунду. Что еще там? Штаны должны быть, да, из обычной одежды. Понятно. Это больше, наверное, женский вариант, насколько я понимаю. Так, а есть что-нибудь на голову? Шлем какой-нибудь? Опа. Кипстерская шапочка с патронами. Забавно, забавно. У нас такой не было. И вроде бы... А, вот еще шапка-ушанка. О! О, я знаю, какую шапку будет у нас носить Лемон. Вот это я понимаю. Вот это зачет. По-моему, вот этой штуки еще не было или была, не помню. Но шапка-ушанка прям 5 баллов. Прям 5 баллов. Так, секунду. Курточку. Курточку мы сейчас, наверное, поменяем. Во! Ништяк! Ништяк! Так, и штаны какие-нибудь ватные нужны прям. Во! Римандранш, спасибо, друзья. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку. Так, что еще? Есть еще у нас штанишки какие-то новые? Это, по-моему, у нас не от этого костюма. Все-таки вот. Вот, валенки, тулуп, повязка зачем-то на ноге, непонятно. Но Лемон у нас будет выглядеть теперь вот так. Кстати, у нее здесь прям какая-то замута дизайнерская. Ну, очень подходит ему под огнемет, пусть будет. Пусть будет, мне нравится, но я бы хотел еще посмотреть последний костюм. Где он там у нас? Вот этот вот ковбойский. Слушайте, тоже отличный тулуп. Тоже отличный тулуп. Единственное, что, наверное, у нее штанов нет, как таковых. Ну, либо вот, может быть, вот эти одеть. Йети! А говорили, что здесь нет Йети. Вот они, Йети. Йети самые. Тоже забавно, слушайте. Так, ну нет, давайте вернем, как было. Вот этот вот тулуп мне очень понравился. И штанишки. Штанишки вернем. Вот. Прям такой, знаете, дед вышел с заваленки. И сейчас все люлей раздаст. Тот самый лесник. От которого все огребают. Бороду ему только надо такую прям. Вот. Во. Ну, чуть поменьше. Во. Отлично. Потому что, кстати, борода у нас есть уже у Сержа Бонда. И мы не будем конкурировать с ним по бороде. Вот так будет. Вот так будет выглядеть у нас Лемон с этого момента. По-моему, ништяк. Зачетный костюм. Мне понравился. Давайте поближе посмотрим. Шапочка у нее только почему-то красная. Хотя должна быть, по идее, коричневая. Так, а я могу переодеть Кардида? Нет. Внешность других наемников я менять не могу. Но очень жаль на самом деле. Потому что хотелось бы всех ребят переодеть в такие прикольные костюмы. И бегать уникальными персонажами, а не просто одинаковыми в супер силовой броне, как это было у нас в первой части. Ну что, ребят, давайте сразу же отправимся в музей клоунов. И посмотрим, что мы там сможем сделать. Если я не ошибаюсь, мне в прошлой части игры писали о том, что если мы долго не будем убивать автомобиль, который, клоунский автомобиль, стоит там в центре. И сначала убьем всех юнитов, которые там бегают. То в конечном итоге из этого автомобиля вылезет босс. Какой-то босс, и который будет, собственно, очень сильным. И я хотел бы на это посмотреть. Поле чудес, Якубов, дружище, привет себе. Добро пожаловать на нашу дневную практически трансляцию. Давно у нас три часа посреди рабочего дня не начинались стримы. Обычно где-то, наверное, в четыре часика все-таки мы с вами выходим. Если у меня получается, опять же, домой пораньше вернуться. Хочу проверить, действительно ли это так. И если убить сначала всех, а потом убить только... Ну, а потом уже попробовать убить машину. Действительно ли оттуда будут вылазить еще клоуны? Говорят, что там типа три волны будет, и, собственно, после третьей волны вылезет босс. Может быть, меня опять обманули точно так же, как и это было с... Как правильно это называется? С кодом. С кодом от двери внутри помещения нашего медицинского. Там, где мы работорговцам отказались привезти девчонку, мне сказали, что можно будет добыть код, если мы пойдем в караван Аропаха. Но, к сожалению, это оказалось неправдой. Никого в караване Аропаха нет. Я уже туда много раз ездил и за пределами стрима, все надеясь на то, что вдруг это все-таки окажется правдой. Но пока нет. Пока я не утверждаю, что это на 100% неправда. Но пока мне никого найти не удалось. Может быть, я просто не везуч. А туда ли я пришел? Я уже к гетам гружусь, да? Зачем я гружусь к семейству гетов? Кто мне скажет? Блин, вот я балбес. Я не туда повернул. Поворот не туда. Черт побери. Долбаные загрузки, чтоб вас. Самое главное, пока, блин, пялился в чат, почему-то воспринялся в усадьбу гетов как клоунский шатер. Как это вообще может быть возможным, я не понимаю, но факт остается фактом. Я опять накосячил. Самому смешно, но вопросов нет. Где-то у нас, где-то здесь вот у нас клоунский шатер. Чуть-чуть пониже. Так, в общем-то там какие-то разборки. Здесь у нас тоже не шатер ни разу. Шатер у нас... А, вот где домик. Я его, видимо, еще не открыл. Вот здесь у нас сверху. Вот он, шатер. И вот, наконец-то он открылся. Погнали в область. Поскорей бы киборга увидеть. Слушай, вопрос в том, что по сути своей киборг, он, ну, ничем не видо не изменится. Он будет такой же абсолютно персонаж, как и был до этого. Единственное, что в слот, куда мы с вами вставляем всякие монокли, всякие бинокли и прочее, 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 мы сможем вставлять детали для киборгов. Внешне киборг не изменится абсолютно никак. Кроме того, что у нас внутри, в перках, в талантах появится надпись киборг. И все. В общем-то с этими ребятами можно поговорить, а можно с ними не разговаривать. Здесь я бы хотел на них опробовать мой супер пуль... А, кстати, я немножко прикачал персонажей. Во-первых, я потратил несколько книжек для того, чтобы докачать навыки. Здесь мы с вами докачали скрытие замков. Последний навык мы вкачали с помощью книжки. Здесь я докачал из-под тяжка и в талантах взял 200% к урону из-под тяжка. Поэтому сейчас будем пытаться стартовать именно огнеметчиком. Что еще? Далее. Здесь было... Ну, здесь мы все докачали еще на стриме. Автоматическое оружие с помощью книжки я тоже докачал. Взрывчатку докачал с помощью книжки. Первую помощь докачал с помощью книжки. То есть последние три таланта все были докачаны с помощью книги. И начал качать модификацию брони, потому что ни у одного из моих персонажей, с которыми мы сейчас бегаем, модификации брони нет. Так, здесь у нас ничего не докачано, нам не хватает, потому что изначально мы здесь начали качать четыре навыка и еще три навыка потратили на дрессировщика. Суть в чем? Снайперка, который у нас сейчас в руках, требует аж девять снайперских винтовок. Аж девять, иначе у нас идут штрафы. Я вам штраф сейчас покажу. Минус 15 шанс крита, минус 100% крит урон и скорость разгрома минус 100%. То есть мы здесь не можем накапливать супер удар, к сожалению. Но винтовка все равно очень крутая, поэтому он будет стрелять именно из нее. И как только мы накопим с вами снайперских навыков хотя бы восемь, мы сможем с вами использовать книгу снайпера и в итоге поднять до девяти. Не знаю, будем это делать, не будем. Я подумаю еще, стоит ли так тратить книжку. Здесь у нас тоже практически докачан навык Бартер. Я бы мог его докачать, но вместо этого я бахнул навык выживания для того, чтобы было комфортно перемещаться по карте и все стычки, которые растягивают геймплей, просто избегать их. Но если они не интересны, естественно. Так, и Бартер. Я точно помню, что в первом прохождении нам попадалась книга, поэтому Бартер мы докачаем именно книжкой. Так, ну здесь у нас работа с техникой тоже с помощью книги была докачана. Все остальное, в принципе, осталось так, как оно есть, разве что лидерство. Чуть-чуть мы подкачали побольше для того, чтобы нам, мы получали с вами 6 6 к шансу попадания. Вот. В общем-то, как-то так. По стволам вы все помните. В принципе, у нас на стволы жаловаться не приходится. У нас все отлично. Можно с ними поболтать, но я хочу начать из-под кишка. У нас очень большая воронка. воронка попадания. Вот этого бы еще достать. Но я боюсь еще жажок и с нами заговорят. Поэтому пробуем стартануть так. Я сохранюсь по-дна-ли. В общем-то, минус 4. Урон там под 600 был примерно и Лемон настолько огненный мужик, что сразу же загорелся. Прямо сразу же. Так, делаем так. Мы встаем в овервотч огнеметом, но никто не идет дальше, чем он, потому что иначе мы попадем с вами в огненную воронку, в которую я бы не хотел попадать просто так. Ищем укрытие. И давайте. Ай-яй-яй, еле достаю. 50 процентов. Ну, один выстрел, один труп. В принципе, с нашим оружием это неудивительно. Сколько у него? 170. Может, попробуем добежать. 8 очков действия понадобится. А если мы схитрим? 7 очков действия. Ха! Изи! Сэкономили одну очку действия и сможем ударить два раза вместо одного. Заодно посмотрим мощь. 85 слабенько. 114. Ну, уже поинтереснее. Если мы будем бить по, скажем так, такими же темпами, но по одному очку ударов, то, в принципе, будет даже очень интересно. Вот, собственно, и все. Весь бой закончился. С лос-пьяцей с максговаривать не будем. Они все равно на нас нападут. Забираем все, что можно забрать. Далее нам с вами нужно починить либо починить вот этих балерин, либо вот здесь использовать генератор для того, чтобы открыть дверь и пройти дальше. А вот здесь дверь открывается с помощью вот этого вот круга. Сейчас мы сначала все соберем. Так, встаем на круг и просто заходим внутрь. После этого дверь открывается. Ну, а здесь, само собой, лутаем все, все, что не приколочено. Раз. Два. Какая-то уникальная пушка там попалась. Забыл посмотреть. Сейчас покажу. Так, и смотрим, что у нас появилось. Во-первых, у нас появилась пушка. Нитромет. Если у нас прокачана была бы как-то чудная наука, то здесь был бы гораздо больше урона. Хотя она у нас прокачана. Как бы. Как бы она прокачана аж до восьми. То есть, нейтральмет, значит, но сильно слабый. Но как бы удивляться нечего. Мы нашли его практически на первых этапах. Труп расплавь огнеметом. Да, вот этот вот. В прошлый раз мы этого не сделали. Сейчас сделаем. Не слабо их так порвало. Так, не тот перс. Секунду. Почему у него лазерный целеуказатель светит куда-то вбок? Смотрите, у него ЛЦУ реально вбок светит. Что? Смотрим, что здесь было. Учебник. Время столза. Набор потертых солдатских жетонов. На каждом высоропаны какие-то слова. 72 бакса и носовой платок. Мы сейчас посмотрим эти жетоны поближе. Коллекция старых солдатских жетонов, нанизанных на короткую шариковую цепочку. Первый жетон старый, но в хорошем состоянии. Буквы стерты, но четко видны. Гартнер и Сак. Резусфактор положительный, группа крови первая. Католик. На обратной стороне каким-то острым, но неподходящим инструментом криво вырезано имя Столс. Остальные жетоны затерты и поцарапаны, а на свободных участках написаны разные имена. С каждой надписи указана дата самой старой больше 20 лет. Однако на обратной стороне каждого жетона есть мрачная надпись «Вас обманули, вам очень жаль». Она отсутствует только на последнем жетоне, который поврежден больше остальных. По краям видны небольшие царапины и вмятины, а отверстие для цепочки смято и разодрано словно пулей. Штампованная надпись удалена, но никакое другое имя не указано. На первоначальном владельце указывают лишь слова. Основатель проекта на лицевой стороне жетона. На обратной стороне надпись тоже другая. Буквы мельче, но четче. Словно писал более спокойный человек. Сожалею о многом, но не об этом. Остальное забыть. Что это значит, ребята? Это к чему-то отсылка 100%, но не знаю что. Кому это отсылка к какой-то может быть игре, может быть еще к чему-то. Если знаете, ребята, пишите. Так, здесь у нас свинота есть. Можно ее приручить, но у нас вроде как собак есть. Так, и вот здесь мы находим еще один последний гироскоп. Давайте сразу же починим кукол, но внутрь попадать мы будем другим способом. вот здесь кстати еще один гироскоп по-моему будет. Оста Уан, привет дружище. Снайперку на 4 ОД переделай на лед и на людей. На лед думаешь переделать? Слушай, у нас очень мало оружия, которое бы убивало роботов, поэтому меня пока устраивает, но вообще ребятки, есть очень интересная замута по поводу вот этих модулей, мне напомнили. У нас с вами три модуля есть, и мы можем урон оружия переделать на энергетический урон, ледяной урон и огненный урон. И когда мы получим Лемону пулемет, первое, что мы сделаем, это вставим туда огненный урон, потому что у нас все прокачано на огонь. У нас пироман, который дает 25% огненного урона, и металлист, который дает 15% огненного урона. А когда мы докачаем ему все нужные навыки, мы возьмем ему еще и чудную науку, точно так же, как у Сергея, потому что наука, прокачанная на 10, даст нам 30% огненного урона. Это очень хорошо, очень круто. Вообще, чудная наука такая вещь, ее практически всем нашим бойцам нужно иметь. То есть, все свободные очки, которые у нас останутся от прокачки, нужно будет влить непосредственно в чудную науку. Так, осмотреть балерину, починить балерину, так, включить балерину, отойти от балерина. Так, вторая балерина работает, давайте дальше. Здесь просто включаем. Так, чиним. Внутрь присоединенные... Нет, вынимать не надо, включаем балерину. и отходим от балерина. В общем-то, после того, как мы запустим всех балерин, можно постучаться в дверь и сказать клоуну о том, что мы починили балерин. Он выйдет посмотреть, и мы, собственно, сможем войти внутрь. Вот, но действовать мы будем не так в этот раз, в этот раз мы просто откроем дверь с помощью наук генератор 9. Вот и все. Эй, как вы сюда попали? Без моего разрешения вход запрещен, такие правила. Так, либо железная задница, мы можем атаковать. ты же нас впустил недавно, но ясно же, разве не помнишь? Правда? Ну, наверное, ладно, пусть так. Короче, можно его было сразу атаковать, но все равно его убьем. Как бы он нам нафиг не нужен. что вам надо? Открываем и хотим посмотреть музей. Короче, это мы уже с вами видели, это диалог, это тот самый был диалог. Вот мы починили балерин, и он вышел на них посмотреть. Собственно, квест еще один выполнен, но, 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 но. Странно, что его не убило. У него 114 хп, и он, типа, остался жив. Ну-ка, Серега, развали ему лицо. Крита ему выдали под конец, что у него есть? У него есть огнемет и нос. Ну, и немножечко эксприт для нас. Погнали дальше. Дальше нас ждет нечто посерьезней. Я даже здесь засейблюсь на всякий случай, хотя клоуны для нас сейчас не должны представлять какой-то опасности. Кабронес, вы посмели ступить на Эль Шапито, в святилище большой шутки? Это священная земля, политокровью Эль Паяццо. Ммм, большой шутки. Давайте пообщем. Попробуемся немножко атаковать. Давайте сразу же будем атаковать. Нам как бы слушать их нет смысла. А-а-а. Вы решили, что сможете напугать меня здесь, в Эль Шапито? Нет, Кабронес. Не спешите. Лос, пьяцос, убить не вверх. Но при этом мы ходим первым. И первым я хочу, чтобы у нас пошел вперед. Так, как-то вот, наверное, вот так вот нужно встать. Пять очков. Хотя так и так, пять очков действия. Давайте-ка затестим снова наш огнеметик. Так, и в сторонку. Не, а здесь, ребятки, посерьезнее, смотрите. У них и ПХП там есть все как надо. Давайте, опять же, делаем хитрый ход. Четыре очка, действия нам понадобится, чтобы все добраться. Можно было бы даже, наверное, вот сюда куда-то пойти и сделать массовый удар так, чтобы, например, обе пушки отключить, но не думаю, что успею. Надо не так. Надо было сначала его оглушить. Вот так. А потом набивать новую ульту. Или вообще убить его в чок-то. Так, далее. Здесь у нас что? Рано. Я, конечно, закончил ход. Надо было еще разочек ударить. Мы же можем с вами сделать... Все время забываешь, что у нас кордит теперь саппорт, а он у нас будет только раздавать очки действия. Серж, давай-ка избавь нас от этого огнеметчика. Почему мы лечим? Почему он только что его вылечил? Кто мне объяснит? Вот этого я понять не могу, к сожалению. Почему наша снайперка вдруг неожиданно начала лечить наших противников? Давайте мы выпустим Норриша. Ну, или сначала, может быть, убрать Кардида или нет. Можем пройти. Ну, мы и так, в принципе, можем пройти. Давайте выпустим Норриш, пусть он у нас сделает грязь. Ну, я машину не хочу задевать. Машину убивать нельзя, по идее. Так, разметал огнеметчика, плюс у нас есть еще парочка очков действия. Ой, хорошо пошла. Так, вот этого парня тоже надо будет добить впоследствии. Давай, усе. Хорош, хорош. Так, и получается до... Ай-яй-яй, не достаю до турели чуть-чуть. Ладно, давайте добьем. Турельки, собственно, не самые здесь сильные, поэтому опасаться их не стоит. Погнали занимать удобные места. Так, и у нас лисия чуточку упала. Давайте сначала вот так поднимем, заодно бафнемся. Теперь у нас урон поднялся на 50, ребята, процент. И вот, да, все правильно. Смотрите, еще одна волна пошла. Пошла еще одна волна, то есть, соответственно, мне не соврали, и возможно, в конце будет действительно босс. Избавляемся от всего ненужного. Хомячим очки действия на будущее. Здесь давайте-ка мы уберем чуть-чуть в сторонку. Хотя будет обидно, если сейчас Нориш убьют. Будет очень обидно. Так, идем вперед, чистим яичек. Раз, два. Серьезно, 4 хп у тебя осталось, дружище. 4 хп. Идем в укрытие, я возьму другую снайперку, я думаю, что здесь ее тоже будет вполне достаточно. Главное, не задеть машину. У нее жизни осталось крайне мало. Опа, здесь еще кто-то прячется. А, там огнемерчик прячется. Ничего себе. Значит, сделаем чуть по-другому. Значит, нам нужно отвезти Серегу в сторону и похилить его, потому что он может отвезти по лицу. А я бы этого не хотел. Два очка действия. Два очка действия. Серьезно? Ладно, мы превратим их в защиту. В принципе, Серега у нас довольно крепкий. Я надеюсь, что он у нас все-таки сможет все это сделать. Выпускать дополнительных гадов сюда мы не будем. Мы сделаем вот так. Мы попробуем накинуть на них промахи. Так, на машину промахи накинуть нельзя. В принципе, ожидаемо. У нас осталось 10 очков действия. А, чудная наука требуется. Я думал, что я передам вот этот пистолетик, который глушит противников, передам его кардиду, так как он саппорт, пусть он этим занимается. Но по факту оказалось, что у него нет чудной науки, этого я не учел. И сопротивление к риту я поставил Сереге, чтобы его в упор не так сильно убивали. То есть нужно будет вернуть Сереге вот эту вот штучку акустический эммер, эмиттер, если быть точным. Так, 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 так. Кардиды бы, конечно, нужно убрать, а вот Лемона поставить чуть поближе. Поменяем их местами. Оп, что-то я не туда кардид отправил. Так, берем пулемет, нам нужно точно стрелять, нам нельзя попадать в грузовик. Кажется, там еще ребятки вышли. Чем больше мы убиваем, тем больше их становится. это знаете, как вот эти все клоунские причуды, когда из одной маленькой машины залезает 15 человек. Ну, ловишь, дожись. Жаль. Так, и на меня наложили только что промахи. Дымовуху закинул, но, в принципе, мы сейчас похилимся и разберемся этой дымовухой. Подходим поближе. Ой-ой-ой, там кто-то у нас в режиме Overwatch был. Так, минус пушка, чуть машину зацепили, но вроде бы не смертельно. Похлебалу и встаем в защиту. На нас наложен тоже дым. Дым действует на всех, поэтому ничего страшного не произошло. Кордид идет поднимать. Я думаю, что придется нам Кордид наверное в сторонку отвезти, а Нориша спрятать вот здесь, дабы он у нас не погибал. В полном укрытии у нас больше гораздо шансов, что в нас не попадут. А если мы еще сделаем вот так вот, то попасть у нас будет еще сложнее. Так, получается, что у нас только лимон стоит на открытом местности, ничем не прикрытый. Серегу бы убрать, можно было бы сделать веселье, но Серега стоит там, где стоит, поэтому ничего пока у меня не выйдет. Но неплохо в любом случае. так, очки действия хомячим. Супер снайперский выстрел. Давайте попробуем все-таки с какой-нибудь крутой пушки шмальнуть. хорош, хорош. И там еще клоуны вылезли. Тут бесконечно, что ли, экспуту может набивать будет? Такое чувство, что пока не убьешь автомобиль, они вообще не закончатся. Два хода. Ну ладно, давайте побережем пока. Хочу посмотреть на... Воу-воу-воу-воу, хорош. Уничтожил. Ведут два клоуна с огнеметами. Еще пулеметчик есть. Так, здесь у нас 88 шансов. Давайте попробуем. Три соточки. И еще три соточки. Хорош. Лемон, давай. Твоя очередь. пять очков действия. Хомячим на следующий раз. И идем в упор бить вот этого парня. Давайте сначала только хинемся. мимо. И мимо. Прекрасно. Прекрасно. Все идет по плану. Хоск! 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 Видимо, все-таки опять нужно будет поменять Лемона. Или нет? Или нет? леменочек минус. Но Лемона я все-таки отведу. Но в следующий раз уже, наверное. Так, и мы не можем спрятаться. Мы не можем спрятаться. Опять у нас Нориш пострадает, судя по всему. Ну ладно, мы его полечим потом. Да он и сам, собственно, доктор. Остался-то, по идее, последний тип. Но я до нее не достаю. Просто, ну вот, никак не достаю. О! Хорош, прячемся. И вроде бы, больше никого не осталось, насколько я вижу. Убираем кордита из-под удара. И просто ждем следующего хода. Может быть, выйдет босс все-таки. Или кто-то из этих ребят уже и был боссом. Мы его просто не заметили, потому что, ну как бы, пушки у нас гораздо серьезнее. Ну, наверное, все. но больше никто не лезет из этой машины, так что я думаю, что мы всех убили. Заканчиваем бой. по машинам, по машине кулаками скучать, конечно, то еще удовольствие. Вот и все. Получили вроде бы как дополнительную экспу. Посмотрим, что по луту, может быть, здесь будет что-то интересное. партитура хлам. Так, вот это интересно. Емкость магазина плюс 8, ОД для перезарядки плюс 1. Можно поставить на снайперскую винтовку, в принципе, ее перезаряжать не так часто приходится. Да и при условии, что она перезаряжается в 5 очков действия, мы все равно не можем стрелять, плюс 1 очко действия не будет столь серьезным. Думовуха. Пулемет. Ну и, собственно, то, зачем мы сюда пришли, это Турелл Спьяцис и Гудок. Сейчас они уже нам не нужны, у нас есть пушки на машине гораздо более крутые. Но, если здесь и был босс какой-то, ребятки, то он был крайне слабым на данном этапе, конечно. Ну еще, да, в прошлый раз мы с вами еще выяснили, что вот здесь вот можно зайти и начать атаковать в спину. Если у вас достаточно очков наблюдательности, вы сможете найти вот эту вещь. Точнее, ну, восприятие, а восприятие нам дает, по-моему, сейчас скажу, чтобы не врать, параметры восприятия нам дает вам координация все-таки. Нет? Нет, наблюдательность вроде бы. Да. Наблюдательность дает нам восприятие. Шесть восприятий. Чем больше у нас восприятия, чем легче мы находим всякие мины, ловушки и прочую ерунду. Так, тем не менее, кстати, они нас потрепали в любом случае. Поэтому надо похилиться. Кто у нас? Кто у нас там потрепан? Но лишь потрепан, значит, сам себя и будет хилить. Попади я сюда на каком-нибудь начальном этапе игры, вряд ли бы все так обошлось просто. Особенно на сложности главный гад, я думаю, что меня бы здесь просто порвали. Все, уходим. Уходим, здесь нам больше делать нечего. В принципе, на этой локации мы все с вами посмотрели. Можно теперь идти на локацию бункер армии монстров, дабы там добыть кассету и пойти сдать еще один квест в Дикавинариуме. Также у нас есть несколько жетонов Тарьяна, их тоже мы опустим в аппарат и получим некие перки или улучшения. Посмотрим, что у нас там... Что нам даст аппарат Тарьяна? Быстренько сейчас до бункера доберемся. Снайперка 4 очка действия, 3 выстрела, 100% попадания по площади, лед, их танки не дойдут. Да, собственно, при том оружии, которое у нас есть, полезный совет на самом деле, Коста, но у меня очень мало оружия, которое стреляет по роботам, я пока не хочу его переделывать. Пусть останется как есть. вот мне интересно, что здесь за за силой доллара. Здесь мы с вами бункер в прошлый раз нашли. Здесь мы нашли с вами в прошлый раз бункер. Давайте проедем с покрышкой, посмотрим, что еще здесь есть. Что интересного мы здесь не увидели, может быть, в прошлый раз. И потом будем держать курс на армию монстров. Туда вниз мы можем съездить, там у нас будет Скорпитрон, которого можно будет убить, и здесь у нас припасы. 330. Как вы ищете путь? Пока вы ищете путь для проезда, Кадьяк со всех сторон начинает раздаваться смех. Но это, видимо, Лос Пьяцес, и мы можем использовать преимущество местности для побега. Я не хочу с ними драться, мы и так, в принципе, хорошо прокачаны, и вот эти стычки на природе нам сейчас вообще не нужны, они сильно растягивают время прохождения игры. Поэтому идем вниз, у нас, по-моему, здесь вот так бункер армии монстров, мы его уже проезжали, быстренько сейчас его закроем и будем думать, что делать дальше. Возможно, пойдем к Санта-Клаусу, наводить там порядок. В прошлый раз мы не смогли там навести какой-то мирный диалог, но в этот раз я надеюсь, что у нас все получится и эльфийку не убьют, которая у нас отвечает за сдачу задания. Люське только жетон не давать, ей только бартер на время качает. Да, Люська ничего не получит, потому что Люську мы будем выгонять в любом случае. Все жетоны у нас будет сдавать Серега, потому что он у нас главный танк, а там такие преимущества, вроде как типа у воротов, ХП дополнительных и прочего, прочего, прочего. Вот, кстати, Серега пришел. Серега, привет, дружище, привет тебе. Молодец, что забежал. Так, продолжаем разговор. Собственно, бункер есть. Сначала вскрываем дверь, потом взламываем компьютер. В этой последовательности мы получаем больше опыта. 130 опыта и за взлом еще сколько-то. Или нисколько не получили за взлом. Черто узнает. Просто открываем ворота и заходим внутрь. Ага, и там у нас бродят роботы, с которыми нам тут же нужно будет драться. Я бы, конечно, хотел начать лемоном, но что-то мне подсказывает, что мои мечты могут не сбыться. просто. Просто. Просто и быстро, практически. Ну, правда, я собаку свою немножко подкормил. Но лишь будь так любезен. Полечи песика, пока он там ласты у нас не склеил. Так, ну и дальше, в принципе, все просто. Минус. Получаем дополнительные очки действия. Лазерные турели, кстати, довольно опасные. Но нам, естественно, это пофигу. Так, шлепнем. Шлепнули, но маловато. Давайте-ка мы дадим сразу же плюс к очкам действия. У нас, во-первых, и нориш сможет подойти поближе. Блин, одного очка не хватает, чтобы до той турели дотянуться. Ну ладно, мы эту хотя бы добьем. Так, и эту турельку я пока не вижу. Ну, в принципе, один шажочек вперед, и можно стрелять. 300. И шутка про траекториста. Погнали. Ближе. Бам! 600. Хорош. Все-таки интеллект рулит. Мы, Люське, тоже интеллекта подкачали достаточно, и она у нас уже может выдавать такие интересные вещи. Так, здесь нам требуется ремонт тостеров. Причем, он у нас есть. Чувственный тостер. Учебник. Второй раз я читать его не буду, но я обязательно сейчас его поставлю. Почитайте на паузе. Те, кто не видел эту книжечку, будут смеяться, мне кажется, какое-то время. Ставьте на паузу, ребят, читайте. Ой-ой-ой. Надеюсь, успели прочитать, но, по крайней мере, те, кто поставит на паузу, точно прочитают. на чай, на чай, кофе, пиво, вино, выбрать одно. Как всегда, спасибо за стримы. Серега, а тебе огромное спасибо за поддержку, дружище. Не перестаешь меня баловать. Спасибо огромное. Так, что у нас здесь? Дверь не открывается, нужно починить генератор. Чиним его. Так, и погнали. Здесь, по-моему, у нас растяжка где-то будет. Лазерная, которую я никак не мог починить. Я помню, что здесь я впервые встретил лазерные растяжки, и они у нас никак не чинились, это бесило неимоверно. То есть, я не мог их обезвредить, и постоянно приходилось на них наступать. Так, ну и дальше все то же самое. По идее, нам нужно встать поближе. Там тоже есть роботы, и, соответственно, нам нужно Лемона взять, прям, чтобы он у нас стартанул хорошенько. Дальше Сержа поставить где-нибудь рядышком. И Нориш должен у нас в первых на рядах идти, для того, чтобы всех убивать. Так, открываем дверь, берем огнемет, и погнали. Пес Пила, но только такой здоровый пес Пила. Так, я думаю, что его можно уже руками забить, а мы не можем пройти. Прикольно, Люси, давай. Тоже не может. Вот и все. Вот и все. Когда приходишь с хорошими пушками, жизнь становится легче. Три компьютера. Давай сначала вскроем дверь, чтобы получить за это эксперт. Потом вскроем комп. И он закроет нам дверь. Прикольно. Не-не-не-не-не-не-не-не, давайте опять. Что-то была вот эта дурацкая лазерная растяжка, которую по-прежнему я не могу обезвредить, судя по всему. Так, одну мы отключили. Одну отключили. Скрываем еще одну дверь. Скрываем терминалы. Взломано. И взломано. Так, отключаем еще одну. Да, еще одна отключилась. Забираем все интересное, все полезное, все, что нам нужно. Так, а этот ящик, к сожалению, использовать нельзя. Очень и очень жаль. Топаем дальше. Что делать с этой лазерной растяжкой, как ее обезвредить, я хрен его знаю. Но вот она не обезвреживается от слова совсем. Я не могу на нее навестись и тупо ее обезвредить. Значит, Серега у нас будет главным разминирователем, получается. Либо можно, конечно, грену кинуть. Кто знает, как их обезвреживать? Не хочется вроде как гранату тратить. Самое лучшее обезвреживание. И сразу же похилились. Прикол в том, что когда у вас хп будет чуть поменьше, если вы сюда придете раньше, то вот так просто обезвредить будет, ну, сложнее. То есть придется, скорее всего, потратить гранату для того, чтобы ее взорвать. Сейчас-то мы можем все, собственно, с Серегой разминировать. Серега здоровый, Серега простит. Здесь у нас есть экспериментальный прицел мертвого глаза. Шанс крита 10%, дальность минус 5 метров. Сомнительная вещь, на самом деле. Так, Серега. Серега. Да блин, Серега. Вот. Чпок, и плевать мы на все хотели. И здесь мы... Сюда мы шли ради одного ящика, в котором есть кассета и какая-то пустая пачка от попкорна. Чем-то ничего здесь интересного большого. Так, остальные рычаги у нас находятся в другой части бункера, соответственно, надо сначала сходить туда. Сергей Енисеев, да, привет, дружище. В очередной раз, в очередной раз. Кто, если не я? Кто, если не я? Кто еще будет спасать этих чертов мир? Которые находятся на грани смерти. Так, еще отключаем. Забираем. Здесь у нас, по-моему, будет уникальный шлем, который дает ответочку, если вас бьют в рукопашную. Довольно интересная штука, но на начальном этапе сейчас она нам уже не нужна. Плюс, кстати, довольно неплохо коллиматор в самом начале в принципе интересен. Ну и учебник армии монстров. Тоже сейчас я его открою, попробуем посмотреть, где он там у нас. Лучше вначале, конечно, на них не тыкать, чтобы потом не искать. Записка армии монстров. По-моему, вот этот вот. Это говорит нам о том, здесь, короче, в записке говорится о том, что армия монстров из этого бункера перебирается туда, где они сейчас есть, в дикавинариум. И здесь все минируют наглухо, и жить на этой базе будет невозможно. То есть, они активировали систему безопасности, чтобы никто не занял это место. Блин. Я же его уже включал. Зачем второй раз это сделал? Непонятно. Так, и здесь, по-моему, тоже была где-то лазерная растяжка. Да, вот она. Начинается. Давай, Серег. Вариантов нет. Бедная псина. Ей тоже немного досталось, но вроде жить будет, так что не страшно. Так, ну опять распределение перед входом. Здесь у нас тоже будет, скорее всего, драка. Поэтому подходим поближе наших основных бойцов. Подводим как можно ближе. Люська с кардидом пока по сторонам постоят. Так, открываем дверь, берем огнемет и жалим. Кто-то рассыпался. 800 урона получил робот слева и сразу же сбился. Моментально, буквально. Так, продолжаем разговор. Плюс очки действия. Дальше идет Нориш. Почти убил. За убийство получает еще очков действий. Вот, собственно, все. Все, что нам нужно, это хорошо стартануть бой, чтобы мы ходили первыми, добавить очков действия нашим бойцам. И на этом весь бой заканчивается сразу же. Нориш просто убивает все, что шевелится. Последнюю защиту мы отключили. Ну и погнали. Погнали обратно. Растяжку огнеметом или гранатой? Да. Серега толстый, он простит. У него очень много здоровья. Пробить его очень сложно. У него 490 хп. У нас ни у кого из бойцов столько нет. То есть он примерно в 2, а то и в 3 раза больше, чем все, но, естественно, кроме Кардида. Кардида, потому что тоже у нас является рукопашником, и у него также прокачана сила на максималочку. Так, здесь, по-моему, можно сразу открыть. Насколько я помню, роботы не нападут, так как они стоят где-то вдалеке. Мы сможем даже немножечко протиснуться и выбрать хорошие позиции. Кардида где-то здесь поставим, он нам особо-то и не нужен будет. Я думаю, что здесь мы тоже справимся легко. Лемон стартанет, а там мы уже посмотрим, что будем делать. Люську тоже куда-то поближе. Так, а где у нас? А вот не хватает. Пять человек. Где шестой? А вот. Серж. Куда ж мы без тебя? Так, ладно. Ладно, огненный урон. И всех я не задеваю. Это плохо. Мы сейчас отойдем чуть назад. Что такое-то? Почему урон прилипает к кому-то? Я не понимаю. Во! Понеслась жара. Дальше, опять-таки, как всегда, дополнительные очки действия и начинаем уничтожить. фактически все. Сейчас Люся сделает один выстрел и, в принципе, на этом закончится. Мет-чудо еще бы соточку надо. Было бы. Евгений Кауров. Привет, дружище. Привет. Что ты имеешь в виду подмет-чудо? Какую соточку? Для чего? Так. Колки Кенни, жуткая кукла. Найду отверстие в броне, я на коне, а ты в говне. Вот и все. Вот те самые кассеты, которые нас попросили найти в Диквинариуме. Забираем их. Забираем все ценное и валим отсюда. Здесь у нас, кстати, есть рука синта, который мы можем использовать. Дает дополнительный урон в ближнем бою, а это значит, что из Сереги мы 100% сделаем киборга для того, чтобы он у нас бил еще сильнее. И здесь же мы находим легендарную броню для транспортного средства. Пусть она дает меньшую скорость в бою, но очень хорошую броню и плюс к здоровью. Вполне неплохо. Особенность соточку хп дал бы. А, вот это ты имеешь в виду. Но, блин, там прокачивать нужно, не очень хочется. У нас и так, в принципе, достаточно здоровья, нужно забронироваться так и хорошенько и вкачать у ворота для того, чтобы вы у него не попадали. Все остальное уже излишне, мне кажется. Степная жженка. Такую дрянь и правда лучше сжечь. Вещь-мешок мы облутали. Все, уходим. Так, и, в принципе, мы с вами прошли две локации буквально за один час. И у нас выход. Значит, сейчас выбираем. Сейчас мы будем выбирать, пока будет загрузка. Я сейчас гляну на карту и мы подумаем, куда мы с вами дальше пойдем. Так, и еще мне хотелось бы Сержу все-таки докачать. У нас, во-первых, параметры появились. Давайте-ка быстренько пробежимся. Скорость. Блин, интеллект еще хочется. Он дает шанс крита прям. Прям хочется интеллект прокачать. Но, блин, скорость дает нам неимоверное количество уклонения и плюс инициативу. Поэтому, наверное, сначала докачаем скорость, а там будем посмотреть. Так, здесь ничего нет. Вот забавно, уже 21 уровня, а все остальные наши ребята только еще 19. Ну, правда, не все. Нориш тоже у нас уже довольно хорошо подкачан. Так, наблюдательность однозначно. И здесь, естественно, ничего нет. Беда, печаль. Так, у Нориша появились очки. Давайте-ка мы подкачаем снайперку раз. И, наверное, все-таки будем еще один уровень с вами ждать. И потом только закончим книгой финалочку. Пусть будет у нас 10 снайперов. Так, пока, в принципе, мы не особо обламываемся. Я думаю, будет все хорошо. Так, давайте подумаем, куда мы с вами, ребятки, дальше пойдем. Если посмотреть карту... Блин, посмотреть карту. Карта. Вот. Так. У меня перед глазами сейчас карта, открытая на сайте. Можно пойти в мастерскую Санты. Можно пойти. Можно пойти отомстить Дорси. То есть, разыграть сюжет с Люсией Вессон. Это было бы даже интересно, потому что именно в гостиницу Снежная нам нужно будет с вами отвезти проректора. То есть, можно пойти в гостиницу Снежную. Я думаю, мы и пойдем в гостиницу Снежную. У нас где-то час времени. Я думаю, за час мы должны с ними справиться. Погнали. Погнали. Так, наверное, будет проще сделать это из нашего штаба. Там как раз чуть поближе бежать. Так что давайте-ка мы с вами гостиницу Снежную пройдем. Отомстим за нашу Люсию Вессон. Может быть, ее лояльность к нам тогда поднимется. Бьем наркобарона Санту. Блин, ну можно Санту. Ребят, давайте решите. Либо мы идем за Анелием Дорси, либо мы бьем Санту. Сейчас, секунду. Я посмотрю, куда ехать. Ага, все-таки через верх. Все-таки через верх. Нам нужно проехать будет. Блин, я думал, с этими ребятами можно как-то связаться. Интересно, где сидит вот этот клуб игроков Рейнджера. Я бы хотел с ними пообщаться. Засада. Пока вы спали, к вам подкаривались дыхальщики. Вы окружены. Выживание. Использую преимущество местности для побега. Не хочу я с ними драться. Нет никакого смысла растягивать геймплей. Но уже достаточно прокачано. Музыка в стиле кантри играет. У нас здесь рядом есть вечеринка каннибалов. Она находится вот здесь. Вот это место. Нашли. Чтобы просто не забыть, где она находится. Пусть будет. Так, и к Дорси, по-моему, все-таки сейчас я еще взгляну. Так, нет, нам вниз. Нам однозначно вниз. Надо бы вообще взять на базе персонажа какого-нибудь и вкачать его выживание по максимуму, чтобы открыть карту и не путаться, куда нам ехать. Это будет гораздо проще. Но, с другой стороны, мы не будем знать, какие локации мы с вами уже посетили, а какие еще нет. И вот она, гостиница Снежная. Здесь мы, собственно, будем мстить за Люси и Уэссен. Клубе они сидят. В каком клубе сидят? Таком. Свободу эльфам. Они же волшебные. Серег, если останется время, заглянем еще и к эльфам. Тут, в принципе, недалеко ехать. Можно будет Санти навалять по жопке. В прошлый раз он нас чуть не убил. Черт, в борода ты засранец. У нее там, по-моему, кстати, какая-то броня лежит неплохая, насколько я помню. Для начальных этапов. Только мне на нее, по-моему, чудной науки не хватало. Так, здесь мы можем вернуться чуть назад и приручить медведя. Детеныш Ривуна. Давайте только сначала собачку мы отпустим. И приручим Ривуна. Так. А вот собачку мы приручим здесь. Собачка даст нам дальность перемещения. Для снайперов, конечно, не актуально. Но, тем не менее, иногда нужно менять место, где мы с вами сидим. Нашли целых три белых снежка. Зачем они нужны? Непонятно. В ночном клубе игроки в нас толку, на втором этаже. А в ночном клубе, это ты имеешь в виду в маленьком Вегасе? Очень интересно было бы к ним сходить. Но, как я понимаю, на них должно быть какое-то специальное задание. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В общем-то, мы можем что сделать? Мы можем просто взломать эти обе двери, что мы сейчас и сделаем, чтобы получить экспун. И можем просто пойти и убить Нелли. Все. С нашими навыками вообще труба не составит. Так, а вот всезнайка нужен 10. У нас нет всезнайки 10, потому что всезнайка у нас качается у снайпера, а снайпер сейчас все очки мы хомячим на то, чтобы прокачать, собственно, снайперку до 10. Убей всех. Светлый бес, привет, дружище. Привет тебе. Я смотрю, ты сразу же с радостными новостями, да? Чтобы всех поубивали. Мы обязательно это сделаем. На этой карте, скорее всего, зуживших не останется. Ну, кроме нас, естественно. Ну, и, может быть, крольчишка будет жить. Но это не точно. Так, отворяем дверь. Всех давайте чуть поближе. А Лемону ближе всех. Здесь ребята тоже жирные довольно-таки. По 900 хп у них было. Так, очки действия в плюс. Сразу же. А дальше погнали. Первый. Второй мы, кстати, сейчас на халяву стрельнули, потому что пробежали 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. И на шестую встаем. И у нас снова халявный выстрел. В труху просто. Просто в труху. Еще осталось два очка действия, чтобы куда-то отойти. Так, Серега, давай, пожалуйста, начисти лицо этому парню. Так, с этим все понятно. Дальше. Серж. Серж. Нам нужен меткий выстрел. Лечение 63 тысячи. Это, конечно, было офигеть, какой меткий выстрел, но хилять его не стоило. Такая дальность-то у Люсии совсем никакая. Девять очков тратим только для того, чтобы дойти. Минуса нуля. Так, и похоже, все-таки у нас парень-то будет стрелять. Убить мы его не сможем. Да, печаль, беда. Нет, можно, конечно, огнеметом его жахнуть, но я боюсь, что это будет чревато. Ладно, фиксим конец хода, пусть стримет разок, отведет душу, так сказать. Бедная Люска. Но мы ее похилим, мы ее похилим. Все, Люси встала. Так, что у нее там? Ага, ее все-таки нужно будет восстанавливать. Надо было ее поднять в бою с доктором, и, возможно, у нас не было бы травмы. А так придется хилять. Ах ты, главный гад, очень внезапно и рано стрим начал. Я мотаю назад и смотрю сначала. Лайк поставил, хорошего стрима. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, Светлый Без. Так. Забираем, но здесь, по-моему, холодное оружие здесь есть. Интересно. Ну и хлам. Один хлам. Собственно, если вы дверь открыть не можете навыкам, то вот здесь вот есть специальный переключатель. Вот он находится здесь, который откроет вам одну из дверей. Но мы сюда пошли только ради того, чтобы просто полутаться, ну и получить дополнительные экспы за убийство противников. Четыре патрона для дробовика. Очень важная для нас вещь. С учетом того, что я не помню, когда мы уже последний раз пользовались дробовиками. Ну и пошли теперь поднимемся вот сюда наверх. Здесь у нас тоже будет несколько противников. И, соответственно, будет еще один рычаг от второй двери. Но, опять же, мы сюда идем не ради него, а только ради экспы. Ой-ой-ой, как хорошо там фарня пожарила. Почти до полной готовности дошел. Так, кордит у нас в центре, да, соответственно, можно смело применять очки действия. Ну и понеслась. 31 шанс попасть. Чего-то фиговенький шанс-то. Так, минус два. Эти походственные. Давайте еще попробуем вот этого растрепать. Надо было отойти, надо было отойти. Вот я балбес. Нельзя стоять, когда мы стреляем. А у ноги же есть 15% к урону, если он не стоит в укрытии. И это просто бомбическая вещь. 27 шанс попасть. Ни о чем. Я думал, сейчас по-хиле будет весело. Так, не достаю, не достаю. Люси надо какой-то модификатор ставить, она не достает вообще никуда. Голову. 300 урона. 800 урона лучше. В этого парня 800 урона отдали. Попробуем дробаш. 500 урона, хорош. И тройной выстрел у нас был сейчас, только что. Так, ну и, видимо, придется у нас поработать чуть кулачками придется. Ну давай, Серега. Блин, 29 хп, серьезно? Видимо, да. Видимо, да, конец хода. Серега сейчас будет получать немножко по лицу. 280. Ни хреново. Сдача. Да, бей уже. Все, забираем. Нужно немного, опять-таки, похилиться. Нашего горящего тепла нужно отодвинуть в сторону. Иначе он сейчас всех подожжет. Так, все закупанное надо выкопать. И тогда можно двигаться дальше. Прожаренный зверь. Ммм, вкусняшка. Дзен Дейзи. Без выдержки куда сложнее спокойно убивать людей. Шанс попадания 2%. Гральчишку убивать не будем, так и быть. Пусть живет. Здесь у нас есть курочки. И еще одна кнопка, чтобы открыть ворот. Так, а лвлап мы случайно не получили? Совершенно случайно. Нет, не случайно, не специально лвлапа пока нет. Пул уровня у нас есть, надо будет еще набивать. Так, и вот здесь, по-моему, ребятки, в тостере, мы с вами найдем монетку. Та самая монетка, которая нужна для проректора. Соответственно, после этого мы отправимся с вами в Диквинариум. Во-первых, сдадим квест за бункер армии монстров. И уже в следующем мы будем освобождать проектора. И поведем его на новую локацию, в которой мы с вами еще не были. Так, Лемон. Черт, я пулеметом, кажется, начал. Ну ладно. Забыл переключить ствол, черт подери. Ну да ладно, ничего страшного нет. Я думаю, мы с вами справимся. У нас дверь с вами открыта, поэтому мы можем подвезти тачку. Ну, максималочку просто. Так, еще у нас тут есть с вами парочка снайперов. Я бы хотел с ними обсудить кое-чего. Так сказать, с глазу на глаз. Так, одного вырубили, а вот второго нет. И это печаль. Здесь еще есть довольно неслабый автомобиль. Военный робот Дорси. Будем разбираться по мере поступления, как говорится. Так, пробуем взять огнемет. И, а, пять очков действенных огнемет нужно. Воу. Воу, воу, огнемет полегче. Прячемся. Так, очки действия. Надо было дать очков действия сразу же. Но у нас Лемон внизу не получит очков действия, к сожалению. Надо было сразу это делать. Надо было сразу же дать очки действия. Сереги, который убегал. Но что-то я попарил. Тогда и кто-то идешь пока в сторонку. И мы, наверное, сейчас будем закидывать здесь все пушками, потому что иначе будет нам тяжеловато. Хорошие пушки использовать не будем, а вот дешманские, которые, в принципе, не очень нам важны, будем закидывать здесь по максимуму, чтобы отвлечь их от наших бойцов. Так, Люся, давай-ка ты вперед пойдешь. Дробовик. 95 шансов попасть. Давайте попробуем. Что-то мы из дробовика не стреляли. Ограждения просто разлетаются. Слушайте, ну неплохо довольно-таки. Я ожидал худшего. Три выстрела из дробовика гораздо лучше, чем один выстрел из пистолета. Так, и нам нужно все равно будет подходить вперед. Так, раз и два. Получаем 9 очков действия и можем с вами пойти дальше. Хотелось бы, конечно, два раза выстрелить. Вот, два очка действия, но все равно у нас нет столько очков действия, чтобы два раза потом выстрелить. Нужно качать дальность ходьбы все-таки так или иначе. Нам повезло, у нас с вами работали удачи, и у нас ход не потратился. Виприна, лови маслину. Еще одну маслину. 52 тысячи похилили. Блин, нельзя походу с непрокаченным оружием стрелять из крутых пушек. Мы взяли, только что вылечили кровавого зверя полностью. Жесть какая, да блин, почему же так? Там кто-то в мою точку стрелял, или мне показалось? Так, звереныш промахнулся, что не может не радовать. Бам! А, вон куда стреляли. У нас Серега прилег отдохнуть, устал, видимо, сильно. Надо бы его, конечно, спасать. Надо бы его спасать. Так, Лемон, давай-ка ты сейчас сделаешь грязь. Нам тут нужно кое-что уточнить. Да, офигеть, я попаду даже в снайпера. Да, снайперы мы почти ушатали, 8 хп у него осталось. И еще можем разочек огнеметом, наверное, прижалить те, кто здесь у нас внизу стоит. А вот снайпера я почему-то не достал. В этот раз. Ну окей, окей. Блин, как я недалеко стреляю. Хоть и 300 урона вроде бы наносятся, но прям вот слабенько. Блин, Серега, одной пулей каличу, второй лечит. Красавчик. Так, и больше я стрелять не могу. Люсия. А Люсия похоцает всех. Давайте-ка мы ей выберем направление стрельбы. Так, чтобы она у нас не сделала. О-о-о-о, панкор, Джекхаммер. Просто великолепен. Давайте попробуем еще разочек, мне понравилось. А, патрончики кончились, да? Ну а мы 3 очка действия на перезарядку тратим и... Блин, задоеваю только одного. А почему у меня показывает, что я могу бежать вперед и потом еще стрелять? Это же неправда. Хе. А вот тут уже веселее. Короче, давайте овервотч. И нам нужно кем-то добежать до Кардида. Точнее, к Кардидам добежать до Сереги. Попробуем не умереть. Так, хомячим 2 очка действия, они нам еще пригодятся, нам еще с машиной воевать нужно. Кардида тоже, 1 очка действия, прижмем чуть-чуть. О, Лисию вообще жжет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, кто пришел. Парень с большой пушкой. Так, и получается, что нам нужно делать? Нам бы нужно, конечно, вообще просто сюда вот въехать и переехать его к черту. Но не выйдет. Бам. А Серега у нас не может залезть. Ему нужно было кого-то убить, чтобы добраться до... Точнее, к Кардиду не может добраться до Сереги. Но Серегу надо поднимать. Так, и как раз у нас хватает на то, чтобы оглушить попробовать. Прекрасно. Серега, естественно, хирится. Так, давайте расчехлим огнеметик опять. Только его надо перезарядить. А, там у нас песка. Мы песку уничтожим, я не хочу этого. Так, теперь супер-мега-выстрел от... Давайте только из другой снайперки, которая у нас все-таки стреляет энергоуроном. Нужно будет, правда, подойти поближе. Блин, а подойду поближе, стрелять не смогу. Что ж такое-то? Ну ладно, хоть не захилил. Уже хорошо. Дальше разберемся. Так, парня нужно вырубать, который у нас с гранатометом. Иначе это плохо закончится. Сказано, сделано. По-моему, кто-то там даже левелап у нас получил. И остался бы в здраве. В принципе, я думаю, что... Ага, значит, остался только снайпер. Люсия. Давайте мы пистолетиком, может, сможешь стрелять откуда-нибудь. Во. 7 очков действия в минус, но хотя бы выстрел мы сделаем. Жаль, что не крик. Конец хода. Я думаю, там сейчас Серега покажет всю свою мощь. А, тут еще пушка есть. Еще есть пушка. Сейчас Серега разнесет это лицо в щи просто. Шлем. Наваляли. Так, и вот как бы нам теперь не попасть по собаке, по нашей? Многолюбимым. Он там прям встал, так не очень удачно. Допустим. Будем, видимо, кулачками забивать. Добежать мы все равно, скорее всего, не успеем. Там можно воспользоваться кадьяком как укрытием. И подвезти сюда побольше людей, которые смогут впоследствии стрелять. Блин, не достаю. Так, Люська. Люську тоже подведем. Ну и думаю, конец хода. Там разберемся. С одной пушкой уж осталось разобраться. Думаю, что это будет прям супер проблема. Давай, Навиш, давай. Развали-ка я. Вот и все. Вот и все. Осталось хорошенько залутаться и, в принципе, пойти разобраться с Нейлием Дорси. Даже ракетную установку нам позволили забрать. Вот это великодушие. Вот это я понимаю. Так, дополнительный экспа. Завключенный генератор. О, 30 оп. Так, что еще у нас здесь есть? Ага, еще есть чемоданчик. Во, и по-моему, здесь есть пулемет лучше, чем тот, который был у нас. 52-72, а у нас 31-40. Соответственно, смело его меняем. Вот это я понимаю. Пулемет еще. Чем он стреляет? Патронами 50-го калибра. Сразу же, наверное, модифицируем. Хотя бы вот на 4 в плюс. Магазин, наверное, не стоит. Меткость. Это тоже не самый крутой пулемет, поэтому супер чем-то его модифицировать я не буду. Так. Чуть-чуть. Чуть-чуть его. Подняли его параметры. Это вполне достаточно. Так, еще немного экспы. И сейчас нам предстоит сделать выбор. Но мы сделаем с Неллием Дорси. В прошлый раз мы его пристрелили. Ищите Неллия Дорси, тогда вы его нашли. Собственно, мы все это уже смотрели. Я просто это пролистаю. Как вам удалось выжить? Зачем ты связался с бандами равнин? Здесь он поведает нам о том, что отец Люси Вессон пытался его убить. Что ты знаешь о нападении на рейнджерский караван? Так. На рейнджерский караван. Вы могли бы просто поговорить с нами вместо того, чтобы нападать? Да. Поговоря о том, что умерли. Я думаю, что вы убили моего сына Джереда. Он захватил нескольких наших заложников и исчез. С тех пор о нем не слышно. Может быть, вы найдете свой способ сделать лучшее жизни. Так, хватит болтать. Последнее, что ты увидишь, как Вессон жмет на спусковой крючок, цельствия ни в чем на плоти. За участие в нападении на конвой рейнджеров мы приговариваем тебя к смерти. Можно я приведу приговор в исполнение? Он убил мою семью. Давай, Юси. Ну, в общем-то, она его убивает. Не исключено, что твой отец верен в патриарху. Нам стоит найти моего отца. Нужно спросить у него, что он расскажет. Может, он расскажет правду. Так, забираем. Забираем у меня здесь меч. Меч уникальный. Голова с плеч. В принципе, довольно неплохой меч. Может делать вещи. Но у нас нет мечника, и, честно говоря, заводить я его не хочу. Мне нравится вполне, как Серж справляется с кулачками. Был хороший модификатор, подствольный фонарик, который дает нам шанс попадания. И здесь у нас еще есть комплект силовой брони. А это значит, что у нас сейчас Серега будет более бронированным. Ну, и костюм гориллы, который мы можем с вами одеть уже в лагере, находясь. Ну, и коллаж 97. У нас сейчас оружие гораздо круче, чем все это. Поэтому никакого значения это уже не имеет. Так, лечим. Лечим. Похилили, и, в принципе, все. Здоровье у нас на максимуме. Ну, и погнали отсюда. Здесь нам больше делать нечего. И по времени мы с вами еще успеваем заглянуть к... Санта-Клаусу. Почему бы и нет? Либо нет. Либо не к Санта-Клаусу. Либо поехали за проектором, сгоняем. А, здесь нет выхода. Нам нужно, конечно же, кодиак заюзать. Можем поехать за проектором. И, соответственно, попробовать решить ту головоломку. Вот с этой вот монеткой, которую мы с вами нашли в тостере. Где она? Где-то выше, видимо. Не вижу. Я что, совсем слепой опять? И она где-то в хламе. Вот она. Сова Минерва. Собственно, если мы эту монетку покажем проектору, он должен нам показать еще одну локацию, где эту монетку можно применить. И там будет некий скрытый прикол. Надо будет на это посмотреть. Поэтому давайте-ка мы все-таки отправимся к проектору. В Дикавинариум. Заодно сдадим там квесты. Засунем жетоны Тарьяна, куда их нужно засунуть. И, соответственно, посмотрим, куда нас отправит проектор. Я думаю, будет всем интересно посмотреть. Потому что в первой части мы этого не делали. У нас проектор просто умер в первом же бою. Так, а у меня чат не работает или никто ничего не пишет? Уже 20 минут не было ни одного сообщения. Такое чувство, что чат не робит. Блин, вроде идет. Связаться со штабом, вызвать буксир. Погнали. Оттуда идти будет гораздо быстрее. И я очень хочу встретиться с дочкой Патриарха. Очень хочется попробовать, сможем ли мы ее убить в самом начале, прямо около Денвера. Славный привет, дружище. Привет. Все, вижу, чат работает. Огромное спасибо тебе. Надоел ты уже всем. Это да. Ну а что поделать? Что поделать? Жизнь такая. Обыскать место. Вскрытие замков 3. И мы находим карман и щенок Пила. Броня наемника. Ну на первых уровнях, наверное, это было бы интересной находкой. Сейчас, конечно, уже все. Так, где-то был здесь поворот на Диквинариум. Не совершаем той же ошибки. И идем в усадьбу Гетто два раза. Вроде все нормально. Спасибо, Серега. И мы идем внутрь к Диквинариуму. Оттуда мы спускаемся к проектору. Но сначала сдадим квест с пленками, которые мы достали с вами в бункере армии монстров. И опустим два жетона Тарьяна в музей. Тарьяна в музей. Такс, и сразу же отправляемся сдавать свои задания. Мы принесли катушки с кинопленкой из бункера. Похоже, они повреждены. Ладно, можно их использовать. Репутация армии монстров плюс пять. Так, что скажешь? Мы видим человека, убежащего от вулна. Мы брали в прошлый раз. Мы видим двух полицейских. У одного, что по старшему сыну, у другого прическа малят. Мы видим басового мужчину в майке, пробирающегося по офисному станю. Пусть будет так. Так, окей. По дороге несется машина, сверкает молния, и машина набирает невероятную скорость. Так, назад в будущее, насколько я понимаю. Мы в прошлый раз именно ее и выбрали. В печере стоит деревянный корабль. Он пиратский. В нем сокровище. Похоже на какую-то военно-воздушную академию. Пусть будет так. Пусть будут охотники за ощущениями. Кардит? Нет. Кардит не хочет в этом участвовать. Как тебе, Люсия? Да никогда в жизни. На какое время тебе нужен наш человек? Всего на минутку. Дороги, всего на минутку. Я не знаю, кого сюда нужно привезти, чтобы он согласился на все то, что происходит на сцене. Я думаю, что если он согласится, будут какие-то приколы, но, к сожалению, не знаю. Если кто-то знает, кого сюда нужно привезти, обязательно, ребятки, напишите в комментариях и посмотрим, что же будет здесь происходить в таком случае. В общем-то, слава богу, нам ничего не показали, но мы получили еще пять репутаций армии монстров, а это уже десять за одно задание. Это довольно-таки неплохо. Топаем дальше. Новая запчасть, украшение, гитар. Здесь жетон Тарьяна. Опускать его будет, естественно, Серега. По-моему, там сейчас будет у нас перк с дополнительным опытом, что ли. А, талант изучен. Око Тарьяна. Это у нас что? Око Тарьяна. Запротивление, холоду, пробивание. Для рукопашной, в принципе, довольно неплохо, так как у нас броня сильно ограничивает урон в рукопашном бою. Так, и, видимо, у нас еще левелап. Да, у некоторых даже два левелапа, что довольно неплохо. Давайте, плюс к скорости. Попадание у нас уже на максимум. Вопрос, наверное, теперь в критах и в интеллекте. Если мы будем стартовать изначально, если у нас будет больше критов, соответственно, мы сможем гораздо сильнее бить противников и начинать драки практически сразу с половиной трупов. Пусть будет так. Пусть будет интеллект. Так, здесь продолжаем удачу качать для того, чтобы ходить чаще. Ничего нет. Почему здесь ничего осталось-то вот? Ну, всего ничего. Но нет. Так, Люся получил даже... Даже Люсия получила уже опыт. Правда, всего лишь 20-й. Так, и здесь также, наверное, будем качать. Скорость. Пригодится. Все, погнали за проектором вниз. А, у нас есть еще же Тонтарьяна. Ну-ка, давайте еще один опустим. У нас, по-моему, их два было. Волшебные пальчики. Бартер плюс один. Надо было отдавать Люське, но нафиг не нужно. Нажать на кнопку. Можно нажать, ничего не будет. Кстати, по-моему, меня даже предупреждали по поводу Тодбактора. Плюс один. Но он временный, поэтому не особо-то и важно это все. Погнали дальше. Так, спускаемся вниз. Сейчас мы с вами пойдем, ребятки, за проектором и постараемся отвезти его в ту локацию, если он сразу же узнает про медальон совы. Постараемся сразу же отвезти его на ту локацию, которую он нам укажет. Субтитры создавал DimaTorzok Сразу же отсюда уходим, идем про ректор. Где-то он у нас сидит здесь вот в клетке. Вот здесь он сидит, замороженный. Нам надо вот этот компьютер оживить для того, чтобы его оттуда высвободить. В прошлый раз у нас не хватило механики, в этот раз у нас с нами кордит. Соответственно, все навыки механики будут использованы, компьютер будет включен, дверь будет расплавлена. Ну, в смысле, лед на этой двери. Пекс. Забираем. И получить доступ к управлению температурой. Автоводизировать систему разморозки. Активировать, простите. Получить доступ к досье заключенных. Доступ к журналу охраны. Собственно, это все мы уже с вами делали. Отходим от компьютера, идем, освобождаем про ректора. И дальше будем думать, что делать. У нас есть с вами ключ от ячейки 107. В общем-то, он начинает нас сыпать фразами на непонятном мне языке. И высказывает всякие мудрости. Так, здесь уже ничего нам не нужно. Все, кроме патронов, не имеет значения. Патроны пригодятся. Так, и куда побежал про ректор? Про ректор, ты дурной? Собственно, он будет ходить за нами, насколько я понимаю. Я надеюсь в этом. Почему-то он как-то непонятно себя ведет, но я надеюсь, что он с нами пойдет. Надо отвезти его, видимо, сначала в эту гостиницу северную. Как бы нам так выйти-то удачно? По-моему, вот здесь вот есть подъем. Сразу выйдем на улицу и избежим двух загрузок. Единственное, что подальше пробежать придется, но в целом ничего страшного. Так, и у нас опять прервалась трансляция. Капец какой-то. Придется опять загружать полную версию и лишаться чатика. Беда-печаль, но, видимо, ничего не поделаешь. Ютуб опять балует. Не понимаю, чего не достает Ютубу. В принципе, все должно работать, но... Несмотря на то, что сейчас не сильно нагружена сеть, не сильно нагружен вообще график какой-то на Ютубе, тем не менее, трансляция прервалась. Очень обидно. Так, куда нам тут нужно? Куда нам тут нужно? Нам нужно на выход. Ну, побежим на выход. Можно, кстати, раз уж мы все-таки здесь находимся, можно попробовать забрать попугая. Может быть, он будет нам интересен. Но я хочу, чтобы его взял у нас Серж Бонд, для того, чтобы попугай находился чуть подальше от линии фронта. То есть у нас Серж всегда сидит на дальних границах. Может быть, нам повезет, и мы не просрем этого попугая сразу. Шестипалый Ларри. Давайте потрясемся им. Интересный попугай он продает, сам он скажет, что попугай может сам решать за себя. Мы хотим Поле купить, с ним можно поговорить? Хорош, что он дико хамит этого бедного Ларри. Поле хочет печеньку. Поле хочет, чтобы вы проблевались. Ну, в общем-то, мы все это в прошлый раз читали. А не лучше ли путешествовать по Клораду и всем делать жизнь невыносимой? Двести баксов. У нас есть навык дрессировщик. Ты ему позволишь только за тебя содрать, Поле? Ну уж нет. Эй, дебилой, Ларри, дай им скидку, не то попугая тебе в варежку на сын, когда будешь дрыхнуть. Сейчас, секундочку. Сейчас, сображу. Сто пятьдесят баксов. Мы вернемся. Там нужен дрессировщик семь. По-моему, мы можем себе позволить качать дрессировщик семь. Посмотреть, что будет. Шесть. Нет, мы можем только сесть шестого дрессировщика позволить, поэтому мы пока отсюда уйдем. Пусть попугай будет там. Я хочу посмотреть, что будет, когда мы сможем прокачать дрессировщика шестого. Выходим и возвращаемся на ту же локацию, где мы только что убивали Неллия Дорси. Для того, чтобы у нас состоялся диалог с проректором. Хотя вот меня одно только беспокоит. По идее у нас проректор, по-моему, с нами не бегает. Но если следовать инструкциям те, которые пишут ребята в интернете, то нужно как-то его привезти именно в локацию снежная и что-то там с ним поговорить как-то. Он нам укажет некую новую локацию, куда мы с вами должны будем отправиться. Таинственная пещера. Она у нас уже есть. Прекрасно. Где она находится? Она находится где-то недалеко от Санта-Клауса, насколько я понимаю, и от Аспина. Значит, мы с вами отправляемся быстренько в штаб и оттуда уже пойдем в сторону пещеры и Аспина в том числе. Так, не уверен. Вроде бы стрим пошел заново, но нужно проверить секунду. Продолжение следует... Да, стрим перезапустился, ребятки. Не знаю, почему Ютуб опять его вырубил, но, блин, это бред. Раздражает вот эта привычка Ютуба каждый раз обрывать прохождение на полусловие, так сказать. Выживание. Охотятся на животных, чтобы добыть пропитание. Принесли достаточно мяса. Зачем нам это мясо, я не знаю. В общем-то, едем мы в таинственную пещеру. Проректор мы освободили. И я хочу посмотреть, что будет, если мы его туда отведем. Опять же напомню, чтобы у нас появилась таинственная пещера, мы должны с вами сначала вот здесь, вот где мы убивали Неллия Дорси, в тостере взять монетку совы. Сейчас покажу, какую монетку. Где она открылась? Где-то среди хлам должна быть. Вот она. Сова Минерва. И только после этого освободить проектора, тогда он нам покажет некую таинственную пещеру, в которую нам нужно будет приехать. Но, видимо, я еду никуда. Надо все-таки сверху обнажать. Шеги, привет, дружище. Привет тебе. Тихонечку, полигонечку поднимемся дальше. Это здесь? Здесь ничего. Группа Ноябрь, ответьте, мы засекли слабый сигнал в нашем районе. Один момент. Я запеленгую, поточни. Ага, вот он. Короче, это эльфы просят помощи. Кто-то явно в беде, штаб. Но мы сейчас их проедем. Мы поедем сначала в таинственную пещеру. И только потом, наверное, уже в следующей серии, ребятки, вернемся к Санте-Клаусу. Для того, чтобы дать ему по щам. И в прошлый раз он был довольно суров. Но в этот раз мы будем готовы. Замечен противник. Несколько роботов. Избежать встречи с ними. Опять же, не хочу. Не хочу сейчас драться. Хочется посмотреть, что там с проректором будет. В Аспин мы пока не поедем. Мы топим к таинственной пещере. А вот и таинственная пещера. Посмотрим, что же у нас здесь будет. Александр Начаркин, привет, дружище. Он наконец-то попал на твой стрим. Все твое первое прохождение посмотрел. Теперь поглядываю время от времени главгада в записи. Молодец, что забежал, дружище. Но у нас тут, видишь, серия прорвалась на две части. И, скорее всего, после стрима. Он сейчас уже скоро закончится. Минуток через 10-15. Я выложу полную версию в течение пары часов. Все зависит от того, как Ютуб быстро ее загрузит. Увы, ах. Но так, видимо, необходимо. Ютуб почему-то рвет трансляции, и это бесит. Так, что у нас здесь? Тут сразу можно выкопать. И мы сразу выкапываем огнемет и довольно неплохой фонарик. Погнали внутрь. Проректор что-то нам говорит, ну, хрен пойми, на каком языке. Пиломеч. Ну, довольно неплохое оружие для шестого уровня. И здесь целая секта проректоров, судя по всему. И поклоняются они именно этой монетке совы. И мы получили талант иллюстрейта. Иллюстрейшн. И плюс я какую-то ачивку еще схватил. Что это за талант? Восприятие один. Всем? Всем восприятие один. По-моему, очень даже неплохо, ребятки. Очень даже неплохо. Давайте посмотрим, что здесь еще закопано. Шлем десантника. Опять же, для начальных этапов шлем десантника очень хороший. Ну, амиграната не столь важна. В общем-то, вот так вот. Теперь, я думаю, всем понятно, что будет, если мы с вами, ребятки, сделаем все для проректора. Он приведет нас, и мы получим за это навык восприятия. И плюс несколько шмотов. Возвращаемся. Едем к Санта-Клаусу. И на этом, наверное, ребятки, мы стрим закончим. Для того, чтобы не растягивать хронометраж. И в следующий раз уже будем решать вопросы на той самой новогодней, как это правильно назвать, фабрике, наверное, правильно. По производству не игрушек, к сожалению, а наркотиков. Потому что Санта-Клаус там все подмял под себя, и Санта-Клаус из него только номинальный. Все его эльфы это рабы, и нам нужно их спасти. Надеюсь, что в этот раз мы сможем решить вопрос таким образом, чтобы у нас никто не погиб. И этот квест мы сможем с вами сдать. Очень хочется в это верить. Санта-Клаус довольно злой засранец. По крайней мере, в этой вселенной точно. Так, к Хаспину мы пока не поедем. Мы поедем вниз, к Санте-Клаусу. Кстати, еще надо бы наведаться в Телуровую шахту, для того, чтобы убить там Синка. Тоже, может быть, займемся в следующей серии. Но, наверное, на данный момент я стрим заканчиваю. Я сейчас войду внутрь в эту область, и уже будем с вами решать все проблемы здесь Санта-Клауса в следующей серии. Спасибо, ребятки, всем, кто был. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте прожимать колокольчик. Так вы всегда будете в курсе моих самых свежих стримов. Ну, а с вами был Дюк. Вы были на канале Play the Game. До следующей серии. Санта-Клаус. До следующей серии. Продолжение следует...